Главный технологический партнер Лиги Компьютерных Игр – корпорация Intel. Генеральный партнер проекта – компания Acer. Соревнования начинаются! Организаторы турнира Electronic Sports World Cup Masters of Chihonan провели обещанную пресс-конференцию и, наконец, раскрыли все тайны грядущего турнира. Матчи пройдутся 2 по 5 мая, дополнив программу интернационального киберспортивного культурного фестиваля, ежегодно проводимого в Корее. Помимо уже ставших классическими Counter-Strike 1.6 и Warcraft 3, игроки смогут сразиться в очень популярные в Корее FIFA Online 2, Special Force и StarCraft Brood War. Команды, желающие принять участие в турнире, должны подать заявку на официальном сайте ESWC. Позже комитет организаторов огласит список из 16 приглашенных участников в каждой игровой дисциплине. Общий призовой фонд турнира составит 97 тысяч долларов. Из них по 30 тысяч разыграют игроки в Counter-Strike и Special Force, 15 тысяч отдадут на откуп игрокам Warcraft 3, 12 и 9 тысяч долларов разыграют игроки в FIFA Online 2 и StarCraft. Немаловажен и тот факт, что победители в номинациях Counter-Strike 1.6 и Warcraft 3 также получат квоты на гранд-финал ESWC 2009, который пройдет летом в Париже. Кстати, о квотах и квалификациях. Российский телеканал Первый Игровой объявил о достижении договоренности с организаторами ESWC по поводу проведения отборочного этапа Кубка Мира в России. Главная задача российского телеканала — провести турнир в полном соответствии с условиями, предъявляемыми к странам-организаторам. И, конечно, оправдать ожидания болельщиков. «Мы очень рады, что взяли на себя ответственность по проведению отборочного тура Кубка Мира по киберспорту в России. Наш телеканал обязуется провести высококачественные репортажи, которые во всех подробностях поведают не только киберспортсменам, но и обычным геймерам о сложном процессе организации и проведении Кубка Мира в России». Так заявил заместитель генерального продюсера телеканала Даниил Концельсон. На сайте разработчиков Halo 3 появилось официальное заявление о новом рекорде культовой игры. Общее количество онлайн-матчей перевалило цифру в 1 миллиард, а суммарное время, сыгранное в игре, теперь составляет 64 109 лет. Это историческое событие произошло 28 февраля. Напомним, что третья часть легендарной игры была выпущена в сентябре 2007 года на платформе Xbox 360. Вторая часть Halo также пользуется немалой популярностью. На сегодняшний день сыграно более 800 миллионов матчей. По сравнению с этими цифрами 100 миллионов матчей в FIFA 0.9 уже не кажутся чем-то выдающимся. Лучший Warcraft'ер Украины и неоднократный призер мировых первенств Михаил Хотновопашин подписал новый контракт с командой Wicked eSports. Не так давно мы рассказывали, что игроки Warcraft подразделения российской команды iSports отказались выступать за этот клан и начали искать себе новый дом. Самой расторопной оказалась немецкая организация Wicked eSports, которая и подписала контракт с бывшими игроками iSports. Вместе с россиянами состав команды пополнился двумя звездами европейской Warcraft-сцены украинцем Михаилом Хотновопашиным и французом Тоддом. Оба игрока остались без команды после того, как Gravitas Gaming закрыли свое Warcraft-подразделение в конце прошлого года. Стоит отметить, что Хот успешно прошел квалификацию на NGL1, да и регулярный сезон начал очень уверенно, а Тодд поддерживал форму, играя на азиатских ладдерах. Так что оба игрока сейчас находятся в отличной форме. Первые испытания, новоявленные в Wicked Warcraft 3, пройдут на турнирах WC3L и NGL. Неожиданная новость пришла из России. Победители недавно прошедшего турнира Asus Cup в номинации Dota команда Rush 3D заявила о распуске своего подразделения Defense of the Ancients. Неожиданная новость пришла из России. Победители недавно прошедшего Asus Cup в номинации Dota команда Rush 3D заявила о распуске своего подразделения Defense of the Ancients. Главной причиной называют проблемы со спонсорами, из-за чего Rush 3D и не смогли продолжать содержать этот состав. Новость чрезвычайно расстроила всех поклонников этой игры в России, так как Rush 3D по праву считалась одной из сильнейших команд в мире. Уже бывшие Rush 3D заявили, что не собираются заканчивать карьеры профессиональных игроков, так что сейчас весь вопрос заключается в том, по чьим клан-тегам парни будут выступать в будущем. На сегодняшний день состав выглядит следующим образом. ArsArt, NS, Please Go Game, Wayne, Reaper и Vigos. Не так много времени остается до гранд-финала Code of Five в Москве, но до сих пор не ясно, кто же поедет на этот турнир от Украины. Подробности в нашем следующем сюжете. Не так много времени осталось до гранд-финала Code of Five в Москве, а кто поедет на этот турнир от Украины, все еще не ясно. В связи с мировым кризисом отборочный этап в нашей стране был отменен, что и заставило наши команды бороться за путевку на финал в других странах. Первым, кому это удалось, стала харьковская команда Pro100, которая феерически выиграла квалификацию в российском городе Брянске, обыграв всех своих соперников. Победители недавнего Asus Winter Cup крымчане Kirchnet стали второй командой, решившей побороться за квоту. Команда, по большей части состоящая из бывших игроков Explosive, приняла участие в онлайн-квалификации, проводимой в Польше. В первом туре сетки Single Eliminations, которая играется по системе Best of Three, украинские парни без проблем разобрались с эстонской командой SYNC. На втором этапе и будет противостоять литовская пятерка INE. В следующем выпуске мы обязательно познакомим вас с остальными результатами выступления Kirchnet в этом турнире. В свою очередь, DTS Chattrix стали третьей командой, заявившей о своих планах участия в отборе Code 5. По имеющейся у нас информации, днепропетровцы поедут на лан-квалификацию в Испанию, где у них не должно быть сколь-нибудь серьезных соперников.